Вирусы, бактерии и всевозможные инфекции в детских учреждениях давно уже нейтрализуют с помощью бактерицидных ламп. Дабы дети не заражались друг от друга, периодически спальни, игровые и столовые обрабатывают в течение получаса ультрафиолетом. «Все мы выросли с этим», — говорит технический директор независимой экологической экспертизы Александр Кукса. Соответственно, если там были жалобы какие-то на ожоги слизистой, прежде всего, их включили тогда, когда дети находились. Или попросту неправильно эксплуатировали, полагает врач-офтальмолог, доктор медицинских наук профессор Вячеслав Куренков. Либо дети, оставшись без присмотра, слишком тесно общались с лампами. Ведь сейчас в детских учреждениях даже малыши могут находиться в помещении, где работает современная бактерицидная лампа. Сейчас эти лампы так сконструированы, что они могут работать в присутствии людей и никакого вредного влияния не оказывают. Детские учреждения должны быть оборудованы бактерицидными лампами, которые можно использовать в присутствии детей. То есть они должны защищать от попадания ультрафиолета на поверхность тела, на глаза и так далее. Потому что излучение этого приводит к ожогам, повреждениям глаз и кожных покровов. Естественно, могут вылиться какие-либо потом заболевания. При правильной эксплуатации бактерицидные лампы могут использовать даже для лечения, продолжает Вячеслав Куренков. Но подобные процедуры проводятся только под наблюдением врача. Это обычно назначают в весенний период, когда людям не хватает витаминов. И в комплексе с витаминотерапией идет как поддерживающее ультрафиолетовое излучение. Но в этом случае, добавляет эколог Александр Кукса, должны строго соблюдаться все меры предосторожности. Темные очки закрываются уязвимые участки тела. И там строго рекламентировано время нахождения при включенной лампе. В любом случае, говорят специалисты, даже при самых современных видах ламп в детских учреждениях они должны применяться с соблюдением всех мер безопасности и при обязательном надзоре медицинских работников. Марина Костюкевич, Вести-ФМ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова